Уважаемые коллеги, вас приветствует компания «Видопульс» и я врач компании «Арчебасова» Елена Алексеевна. Сегодня тема вебинара посвящена очень актуальной проблеме, и это проблема, которая называется остеопороз. Давайте разберем это слово, термин, на те части, из которых оно состоит, и отсюда будет уже понятно, в чем заключается основная проблема. Итак, слово остеопороз – это латинский термин, который включает в себя две части. Первая часть – это остеон, который означает непосредственно кость, и пороз – это отверстие, то есть порозис – отверстие пора. То есть получается, что термин остеопороз обозначает процесс, который связан с тем, что в костях происходит повышенная порозность, образование пор, пустот, которые не содержат костной структуры и таким образом заполнены воздухом. И вот здесь на представленном слайде как раз видно разницу. Если та часть рисунка, которая находится слева, это изображение структуры нормальной кости, да, действительно она имеет определенную ячеичность, то с правой части наблюдается кость, которая находится в состоянии остеопороза. Посмотрите, какая разница между нормой и патологией. Вот они, эти ячейки, вот они, эти пустоты, поры, в результате чего происходит изменение структуры костной ткани, самой костной ткани становится меньше, структура меняется, и такая кость становится более хрупкой. Итак, значит, почему мы говорим, что проблема остеопороза, она очень актуальна? Актуальность ее заключается в том, что, смотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз, как причина инвалидности, как причина смертности человека, принимает четвертое место в мире, в мире. Значит, это заболевание, которое является причиной смерти, на четвертом месте, после чего? На первом месте, конечно же, это серия всех сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте это онкологические заболевания. Третье место это сахарный диабет, и все те осложнения, проблемы, которые с ним связаны. И на четвертом месте, в этой, так скажем, печальной цепочке, находится остеопороз. Поэтому проблема остеопороза актуальна на сегодняшний день. Все осложнения, которые связаны с остеопорозом, они приводят к инвалидности и к смерти. Итак, теперь давайте уже посмотрим на непосредственно термин остеопороз и дадим определение, что же это за заболевание такое. Итак, остеопороз – это хронически прогрессирующее системное обменное заболевание скелета. И вот первая часть определения, с которой видно очень важные моменты. Первое – это не конкретно заболевание кости. То есть нельзя сказать, что это проблема, связанная с патологией костной ткани. Нет. Это системное обменное заболевание. То есть при этом заболевании происходят изменения, в которые затрагивают многие физиологические процессы нашего организма. Это обменное заболевание. Причем оно прогрессирует. То есть со временем оно прогрессирует, то есть усугубляет свою тяжесть. Итак, заболевание скелета, которое проявляется снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники, что приводит к усилению хрупкости костной ткани, нарушается метаболизм костной ткани, с преобладанием процессов катаболизма. Катаболизма, то есть процессов разрушения костной ткани над процессами кости образования. Это приводит к снижению прочности костей и создает повышенный риск переломов. Итак, костиопороз – это очень сложное, это хроническое системное обменное заболевание, в результате чего изменяется структура костной ткани, она делается более хрупкой, менее прочной, и это приводит к возникновению переломов. Вот что такое проблема костиопороз. Теперь давайте посмотрим опять немножечко на цифры статистики, которые касаются уже непосредственно нашей страны. Примерно такая же статистика, она прослеживается и во всем мире. На стране остеопорозом страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. То есть если взять 10 женщин, условную выборку, то 3 из них как минимум будут страдать остеопорозом, и примерно 2 мужчины будут страдать этим же заболеванием. То есть частота встречаемости на группу населения этого заболевания очень высокая. Теперь давайте посмотрим, что остеопороз, который приводит к развитию одному из своих ярких проявлений, клинических, это естественные переломы. Так вот, при возникновении перелома такие пациенты умирают в течение полугода. Это опять же данные статистики. А большинство из них остаются инвалидами, прикованными в постели на, так скажем, на всю последующую жизнь. Что чаще всего подвергается переломам? Чаще всего подвергается переломам – это перелом тел позвонков и трубчатых костей. И наиболее частой патологией при остеопорозе является перелом шейки ведра. И вот эти все патологии, они, конечно же, будут являться причиной смертности среди лиц пожилого возраста. Вот сейчас, когда мы начали говорить о проблеме остеопороза, мы уже несколько раз коснулись того, что эта проблема в основном касается людей, так скажем, немолодого возраста, да, возраста, который старше 50 лет. И это будет являться, возрастной критерий, одним из факторов риска возникновения этого заболевания. И сегодня мы попытаемся объяснить, почему именно так. Что из себя представляет остеопороз, как его классифицируют? Сейчас разберем основные клинические проявления. Так вот, остеопороз классифицируется на две большие категории. Выделяют остеопороз первичный и выделяют остеопороз вторичный. Ну, само определение первичный говорит о том, что эта проблема, остеопороз, самостоятельно. Первичное заболевание. Посмотрите, как его еще называют, первичный остеопороз. Остеопороз инволюционный, постменопозуальный, значит, его называют еще синильный или старческий. То есть, все говорит о том, что как изначально самостоятельный первичный процесс, он возникает в пожилом возрасте. Нужно сказать, что какие факторы риска приводят к развитию первичного остеопороза. Ну, самый первый фактор риска – это, конечно же, возраст. Возраст, так называемый старческий возраст, хотя немножко по классификации это неправильно, ну, и будем говорить о возрасте старше 50 лет. То есть, вот этот фактор риска, который касается, ну, абсолютно всех. Что же еще относится к факторам риска? Это тип телосложения, так скажем, тип скелета человека. То есть, хрупкое телосложение – это тоже фактор риска. Небольшой рост человека – фактор риска развития первичного остеопороза. Если при общении с пациентом удается собрать семейный анамнез, с которого следует, что близкие родственники пациента имели какие-то спонтанные переломы, особенно в пожилом возрасте, то это тоже может натолкнуть на мысль о наличии остеопороза у данного конкретного человека. А далее все факторы риска, они в основном касаются дисфункции репродуктивной, то есть все, что связано с изменением половых, активности половых гормонов. И вот это вот изменение функции активности половых гормонов, оно может появиться еще на ранних этапах развития. Это особенно касается женщин. Посмотрите, позднее наступление менструации у девочек. Позднее наступление считается после 15 лет. Раннее прекращение менструации. Значит, или если в течение всего репродуктивного периода у женщины были менструации скудные и редкие. Если женщина в течение репродуктивного периода страдала бесплодием, то есть это все говорит о том, что имеет место нарушение репродуктивной эндокринной функции. И это является очень таким большим фактором риска развития первичного остеопороза. Посмотрите, вот у женщин остеопороз, и мы видели это по данным статистики, развивается в 4-5 раз чаще, чем у мужчин. И именно это обусловлено работой женских половых гормонов, эстрогенов. Мы сегодня про них еще будем говорить, какую же функцию в организме женщины они выполняют в плане поддержания костного скелета. И другой вариант развития остеопороза – это остеопороз, который называется вторичный. Само название вторичный, оно говорит о том, что само заболевание не первично, то есть оно возникает на фоне какого-то изначального заболевания, какого-то изначального патологического процесса. То есть оно является как следствием, как осложнением чего-то, что, так скажем, превалирует, является главным. Ну, допустим, остеопороз вторичный может развиваться на фоне определенных эндокринных заболеваний. Часто остеопороз может быть следствием, допустим, долготекущего сахарного диабета, либо изменением функции коры надпочечников. Ну вот, давайте разберем те причины, которые могут привести к развитию вторичного остеопороза. Я еще раз хочу сказать, как осложнение первопричины. То есть что является исходным условием? Ну, это все, что связано с нарушением питания, нерациональным питанием. Почему? Потому что питание – это очень важный фактор физиологический, и именно нарушение питания может привести к различным патологиям. Строение кости и в целом обменные процессы, которые происходят в костной ткани, они связаны с таким обменом, как кальциофосфорный обмен. Поэтому нарушение нерациональное питание может привести к тому, что плохо усваиваются кальций, фосфор, другие микроэлементы из продуктов питания. И любая другая патология желудочно-кишечного тракта также может привести к нарушению того, что микроэлементы просто не усваиваются. И как следствие развивается костиопороз. Далее. Это такие причины, как злоупотребление алкоголем, это курение и употребление большого количества кофе, в котором содержится кофеин. Почему? Ну, когда мы будем говорить о профилактике, мы еще раз затронем роль вредных привычек в жизни человека и то, что касается кальциевого обмена. Потому что эти вещества, алкоголь, курение и кофе в больших количествах, они вымывают кальций из кости, из костной ткани. Следующая причина, которая может привести ко вторичному остеопорозу, это прием лекарственных препаратов, в частности, стероидов. Стероиды – это так называемые стероидные гормоны. Соответственно, длительные их приемы. Их назначают пациенту, назначают их при сложных заболеваниях хронических. И, как правило, такие препараты, стероидные гормоны, они применяются очень длительное время, даже могут применяться годами. И, соответственно, может привести к нарушению кальциевого обмена. Следующая причина, приводящая костю по розу, – это гиподинамия. То есть отсутствие двигательной активности. И это очень важно, потому что мышца при постоянной своей работе оказывает влияние на кость. Если этого не происходит, значит, соответственно, нарушаются и обменные процессы костной ткани. Это проблемы, которые связаны с почечной недостаточностью. Почему? Потому что почка, как орган метаболизма, участвует в процессах кальциевого обмена. Допустим, это связано с процессами реабсорбции кальция, то есть обратного всасывания кальция и поступления его в кровоток. Это изменения, которые связаны с функцией щитовидной железы. Это гипотиреоз, гипертиреоз. Я уже сказала вначале, это обменное заболевание сахарный диабет. Это эндокринные патологии у женщин, связанные с гипофункцией яичников, которая проявляется тем, что снижается уровень эстрогенов. И усиление функции коры надпочечников, вот эта вот, скажем, причина, она переплетается и связана практически аналогично с приемом стероидов. Но здесь эта проблема связана с увеличением эндогенных гормонов, то есть те, которые вырабатывает наш организм, собственных гормонов. А здесь аналоги этих гормонов, которые человек употребляет в виде лекарственных препаратов. Так называемые астероидные гормоны. Вот причины, которые приводят к развитию остеопороза. Итак, теперь давайте немножко поговорим о структуре костной ткани и о тех компонентах, которые влияют на эту структуру. Костная ткань, нормальное ее состояние обеспечивается содержанием минеральных веществ. Ну, прежде всего, это, конечно же, такие элементы, как кальций и фосфор. Именно эти элементы передают костям твердость и плотность. Если этих элементов в костях становится мало, то есть, опять же, буду употреблять такой термин, если происходит вымывание веществ из костной структуры, то это приводит к тому, что кость становится хрупкая. Значит, теряется ее плотность, и это является основной причиной развития фонтанных переломов. Когда нарушается кальциофосфорный обмен, кость, как мы видели на самом первом слайде, она становится очень пористая, ее сравнивают с губкой. И, соответственно, вот это состояние, вымывание кальция, повышенная порозность костной структуры уменьшает плотность костной ткани, и это называется термином остеопения. То есть, пения – это малоостеокость, пословный перевод – малокости, то есть снижение плотности костной ткани. Поэтому в основе остеопороза лежит такой патологический процесс, как остеопения. Итак, снова вернемся к тому, что остеопороз чаще развивается у женщин, у женщин в период климакса, после климакса, и это связано с тем, что именно в этот промежуток у женщины снижается активность женских половых гормонов, еще раз хочу сказать, эстрогенов. Значит, какую роль эстрогены влияют, оказывают на строение костной ткани? Ну, немножечко гистологии, то есть строение кости. Костная ткань состоит из двух основных клеток, видов клеток. Одни из этих клеток называются остеобласты, а другие клетки называются остеокласты. И функция остеобластов направлена как раз на то, чтобы усвоить кальций, так скажем, чтобы кальций входил в структуру костной ткани. Значит, функция остеобластов направлена на минерализацию костной ткани. А остеокласты, их функция проявляется в обратном. При их активации, этих клеток, клеток-антагонистов, остеокластов, наблюдается, наоборот, резорпция костной структуры. Так вот, эстрогены, как было установлено, они имеют особые рецепторы именно на костиообразующих элементах, то есть на остеобластах, и участвуют в образовании и дифференцировке этих клеток. И таким образом обеспечивают оптимальный метаболизм кости. Это с одной стороны. А с другой стороны, эстрогены подавляют активность остеокластов. Когда эстрогеновый фон достаточно выраженный, а это, как правило, весь период репродуктивности, женщина не страдает какими-либо изменениями, связанные с костной тканью. Но как только наступает физиологическое изменение гормонального фона, это период климакса и все, что связано после него, эстрогенов нет, их практически уже нет, соответственно, воздействие, поддержка костной ткани, она утрачивается. И таким образом происходит как бы растормаживание, повышение активности остеокластов. Кальций не усваивается костной структурой, и таким образом преобладают процессы катаболизма, то есть разрушение, деструкции, деминерализации костной структуры. Поэтому женщины в силу таких вот физиологических особенностей и чаще подвержены развитию этого патологического процесса. Нужно сказать, что мужской половой гормон тестостерон, он также обеспечивает нормальные обменные процессы костной ткани и также способствует активности метаболизма костной структуры. Но у мужчин нет вот такого физиологического снижения показателей тестостерона, и тестостерон довольно-таки длительное время держится на высоких концентрациях, в 50 лет и в 60 лет и далее. То, чего нельзя сказать об организме женщины. Вот именно такими особенностями и обусловлено частое развитие остеопороза в женском организме. Итак, как протекает остеопороз? В чем коварность этого заболевания? Остеопороз протекает практически бессимптомно. То есть каких-то таких вот критериев, очень ранних, которые могли бы, так скажем, указать на наличие этого заболевания, их очень сложно выявить. То есть человек не испытывает боли, каких-то неприятных ощущениях, но изменение структуры кости, оно уже запущено, оно уже есть. Вот эта вот бессимптомность, она является основным коварным проявлением остеопороза. Когда болезнь начинает себя уже проявлять, а мы сейчас будем говорить об основных клинических проявлениях этого заболевания, лечить это заболевание его уже практически невозможно. Можно проводить определенную коррекцию, какую-то поддерживающую терапию, но лечить это заболевание его уже слишком поздно. Таким образом, из этого напрашивается вывод, что самое лучшее воздействие и лечение при остеопорозе – это его профилактика. Итак, разберем вначале косвенные признаки, а потом перейдем к явным манифестным проявлениям остеопороза. Что относится к косвенным проявлениям остеопороза? Ну, здесь, чтобы об этом говорить, давайте сначала скажем о роли кальция в нашем организме. Кальций в организме выполняет огромное количество функций, и в виде молекулярного кальция он находится в костях, в зубах, соответственно, обеспечивает структуру этой ткани. И мы сегодня про это говорим. Но помимо этого, кальций обеспечивает процесс мышечного сокращения. И без достаточной концентрации кальция мышцы сокращаться полноценно не будет. Кальций обеспечивает передачу нервного импульса от одной нервной клетки к другой. Это происходит в структурах центральной нервной системы. А также кальций обеспечивает проведение нервного импульса с нерва на мышцу. Так называемая работа нервно-мышечных синапсов. Кальций – это обязательный участник сокращения миокарда, то есть мышцы сердца. Также кальций участвует в процессах свертывания крови, в процессах агрегации тромбоцитов. То есть функций, которые обеспечиваются в организме с присутствием кальция, их очень-очень много. А теперь давайте представим такую ситуацию, что в организме, так как мы сказали, что остеопороз – это системное обменное нарушение, и это нарушение обменного процесса связано с нарушением обмена кальция, таким образом будут понятны вот эти проявления косвенных признаков. Недостаток кальция – общая слабость, быстрая утомляемость, нарушение передачи нервного импульса с нерва на мышцу, с нервной клетки на нервную клетку. Поэтому вот такие косвенные проявления. Нарушение мышечных сокращений приводит к тому, что пациент будет испытывать мышечные судороги. Как правило, это важные судороги. Костные проявления – это ранняя седина, это изменение работы сердца, правило – это проявление в виде тахикардии, это могут быть нарушения ритма сердца. Это проблема, связанная со стоматологией, проявление парадонтоза, появление зубного налета. Это то, на что обратит внимание пациент, особенно женщина, это изменение структуры ногтевой пластинки. Ногти становятся хрупкими и расслаиваются. Затем появляются другие проявления, косвенные, опять же, признаки остеопороза. Может появиться боль в позвоночнике. То есть это, как правило, поясничный, крестцовый отдел. Это могут появиться боли в суставах, в линостопных, в тазобедренных. В целом, какая-то боль, как говорят пациенты, костная боль. Может быть диагностирована случайно, но, опять же, связана с болевыми проявлениями, межпозвонковая грыжа. Это мышечная слабость. И то, что обращает на себя внимание, это уменьшение с возрастом роста человека. Причем уменьшение не на 1-2 см, это как бы не бросается в глаза, и на это, как правило, не обращается внимание. А значительное уменьшение роста на 10-15 см. Существует даже такой термин, как стаптывание. Стаптывание человека с возрастом. За счет чего? А за счет того, что идет изменение костной структуры позвонков. И вот посмотрите, здесь на этом слайде как раз продемонстрировано, как выглядел человек до проблемы, связанной с остеопорозом, и как произошло изменение роста, когда существует эта проблема. Посмотрите, наблюдается искривление позвоночного столба, потому что нарушается структура костной ткани позвонков. Стаптывается с возрастом человека. Теперь перейдем к клиническим проявлениям остеопороза. Клинические проявления – это, конечно же, появление боли. Боль в области спины – это поясничный, грудной, крестцовый отдел позвоночника. Боли, как правило, усиливаются, когда человек начинает выполнять какую-то физическую работу. И, соответственно, испытывает боли, дальше уже эту физическую нагрузку выполнять не может. Либо это человек, который длительно находится в каком-то статическом положении, то есть пребывает в одном и том же положении, допустим, сидит за компьютером очень длительное время и появляется боль в спине. И в целом, опять же, что характерно для всей группы пациентов, это снижение работоспособности и повышенная утомляемость. Посмотрите, это опять же все говорит о том, что это неспецифические проявления. И самым таким ярким и манифестным проявлением остеопороза это является перелом костей. Перелом костей, казалось бы, в самых простых жизненных ситуациях, которые связаны, допустим, с тем, что человек испытывает самые обычные жизненные нагрузки. Шел, споткнулся, и в результате этого наступает перелом трубчатых костей рук, либо ног. Очень часто, особенно в пожилом возрасте, наступает перелом, вот здесь показано на слайде, перелом шейки бедра. Это та патология, которая очень часто приводит к инвалидности. То есть человек становится пожилой приколом к постели и в дальнейшем является этой причиной уже и смерти. А также это переломы позвонков. Вот наиболее часто встречающиеся проявления переломов. И когда это уже случилось, когда такие переломы происходят, а перелом может быть не один и не два, это может быть перелом лучевой кости, когда пациент, допустим, ударился, незначительно ударился какой-то предмет, наступает перелом лучевой кости в самом обычном месте. И когда такие переломы, ну, ни один, ни два, а они довольно-таки проявляются в течение жизни, тогда уже яркое проявление остеопороза и лечить непосредственно причину, приводящую к остеопорозу, ее уже поздно. Диагностика. Какова же диагностика остеопороза? Ну, основные диагностические критерии мы назвали. Это жалобы, это сбор анамнеза, это основные клинические проявления. Здесь я хочу остановиться на методах диагностики, которые применяются в клиниках. Ну, самым таким известным и давно применяемым методом диагностики является рентгенография кости. Да, конечно, на рентгеновских снимках можно заметить разрежение костной ткани и сделать вывод о том, что здесь есть проявление остеопороза. Но наиболее информативным на сегодняшний день методом диагностики является другой метод исследования, который называется остеоденситометрия. Что такое остеоденситометрия? Это измерение плотности кости. Очень важно узнать, какова плотность кости, как она изменилась. И мы сейчас даже проговорим о коэффициентах изменения этой плотности. Так вот, остеоденситометрия может быть выражена тремя видами исследований. Это рентгеновское исследование, это компьютерно-томографическое исследование, и ультразвуковое исследование, определение плотности костной структуры. Посмотрите, из всех этих трех видов исследования ультразвуковое, наверное, является более оптимальным, потому что организм не подвергается воздействию орентгеновского излучения. Итак, давайте посмотрим на следующий слайд и увидим, что диагностика при остеоденситометрии, она основывается на определении так называемого Т-индекса от нормальных значений. Т-индекс, который характеризует плотность костной структуры. Измеряется он в следующих категориях. От ноля до минус единицы плотность костной ткани нормальная считается. Категория вариации от минус единицы до минус двух с половиной это состояние, которое называется остеопения, сопровождающаяся разрежением костной ткани. То есть процесс есть, но это еще не ярко выраженные проявления остеопороза. А вот клиника и выраженное проявление остеопороза это когда Т-индекс становится менее минус двух с половиной. И вот опять же здесь на этом слайде я привожу очень наглядное изменение, которое затрагивает структуру кости. Вот посмотрите, рентгенологический снимок. Нормальная кость. Да, конечно, она имеет определенное чистое строение, но плотность кости достаточно выражена. И то, что происходит при остеопорозе. Посмотрите, скончение костной ткани, образование больших пустот, пор, вот эта повышенная порозность говорит о том, что кость, конечно же, становится более хрупкой и будет подвержена переломам от небольших механических воздействий. Здесь непосредственно показана структура костной ткани тела позвонка. Вот она, ичеистая структура здоровой ткани. И вот какое разрежение костной ткани происходит при остеопорозе. Конечно, позвоночный столб, он испытывает на себе огромное количество нагрузки. Нужно держать положение тела вертикально. Это сила гравитации, которая оказывается на человека. Нужно совершать определенную физическую нагрузку. А когда нет структуры, которая способна выдерживать эти нагрузки, когда она вот так изменяется, это приводит к тому, что под влиянием силы тяжести прежде всего позвоночный столб, он меняет свое строение и наблюдается искривление позвоночника, которое приводит к тому, что мы видим, уменьшается рост человека. И вот любые незначительные нагрузки могут опять же привести к переломам тел позвонка. Теперь давайте поговорим о профилактике. Мы говорим, что лучше всего предотвратить, чем потом бороться с последствиями этого процесса. И основой лечения остеопороза, конечно же, является его профилактика. Если идет изменение костной ткани, которая связана с нарушением минерального обмена, то прежде всего первая линия защиты остеопороза – это достаточное поступление кальция в организм. Это все, что связано с питанием. Нужно улучшить, усилить поступление продуктов, прием продуктов, в которых есть кальций. И все прекрасно знают, что очень много кальция содержится в молочных продуктах. Лучше всего, конечно, это употребление кисломолочных продуктов, так как в основном мы говорим сейчас о пожилом возрасте, это связано опять же с физиологическими особенностями, ферментативными желудочно-кишечного тракта, то, конечно, лучше это кисломолочные продукты. Это употребление овощей зеленых, лучше всего листовых, это бобовые, это орехи, рыба, как источник фосфора, и цитрусовые, в которых также содержится кальций. То есть организм должен быть обеспечен достаточным оптимальным поступлением кальция. Далее. Далее нужно пересмотреть свой образ жизни в плане отказа от таких вредных привычек, как алкоголь и курение. Но, значит, это ставится на одно из первых мест в парфилактике остеопороза. Почему? Потому что эти вещества вымывают кальций из кости. Но вот здесь я хочу еще остановиться еще на некоторых веществах, которые активно вошли в жизнь нас, которые мы принимаем вместе с продуктами питания. И эти продукты вымывают кальций из костной ткани. Это продукты, в которых содержится большое количество фосфорной кислоты. И здесь лидером в содержании фосфорной кислоты являются любые сладкие газированные напитки. Вот эти напитки, они вымывают кальций из костной ткани. Большое употребление мяса. Мясо закисляет внутреннюю среду организма, то есть сменяет PH. А повышенная кислотность также способствует вымыванию кальция из костей. Соленые продукты, повышенное содержание соли также способствуют вымыванию кальция. И алкоголь и никотин. Почему? Потому что алкоголь и никотин, они влияют на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, в результате чего кальций, который употребляется с продуктами питания, он не будет усваиваться организмом, а значит, соответственно, никак не будет встраиваться в структуру кости. Алкоголь и никотин наказывают токсическое воздействие на печень. А печень принимает прямое участие в метаболизме витамина D. Это еще один компонент, еще один фактор, который обеспечивает нормальное протекание протекание фосфорно-кальциевого обмена и способствует усвоению костью кальция. А также алкоголь, ну, в большей степени, снижает уровень половых гормонов, о чем мы сегодня уже говорили. Таким образом, алкоголь и никотин огромный фактор риска по развитию остеопороза. Следующее, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, на физическую активность. Потому что именно нагрузка, которая дается мышцам, обеспечивает нормальное функционирование и костной ткани. Именно физическая нагрузка стимулирует, будем так говорить, укрепляет структуру кости. Поэтому физическая нагрузка в любых своих проявлениях она должна присутствовать. Следующая мера профилактики это соблюдение гигиены питания. Гигиена питания это довольно-таки обширный термин, обширное такое вот, многообъемлющее, что можно внести в это определение. Оно должно себя включать прежде всего сбалансированное питание. Сбалансированное. То есть в питании должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Потому что без достаточного поступления с пищей в организм белка строение костной ткани так же невозможно, как и без поступления кальция. Поэтому гигиена питания тоже является одним из факторов профилактики. Следующее. Переходим уже непосредственно к лечению. Что хотелось бы отметить в плане лечения. Что если к остеопорозу приводит какая-то эндокринная патология, то, конечно же, первопричина устанавливается, и тогда нужно бороться с нарушениями этой эндокринной патологии. То есть все, что связано с проблемами сахарного диабета, с проблемами и функциями гормонально-щитовидной железы, надпочечников. То есть в целом нужно отрегулировать гормональный фон. Если это касается проблем эндокринных, связанных с репродуктивной сферой, то, конечно же, назначается заместительная гормональная терапия, но под контролем врача-эндокринолога, гинеколога, для того, чтобы восстановить нормальный эндокринный гормональный баланс в организме женщины. Лечение сводится к тому, что обязательно назначаются препараты кальция, но кальций, если его принимать монопрепарат, содержащий кальций, он, как правило, усваивается намного хуже организмом по сравнению с тем, если кальций назначается вместе с витамином D, потому что витамин D обеспечивает нормальное усвоение кальция и обеспечивает встраивание кальция в состав костной ткани. Это обязательно назначается лечебная физкультура, как и профилактика, и как лечение, которое дает нагрузку мышцам, а через них обеспечивает укрепление костной ткани. Это назначение массажа, и когда процессы остеопороза уже выражены, особенно это касается тех изменений, которые затрагивают изменения структуры позвонков, то тогда назначаются применения корсетов, поддерживающих корсет. И вот сегодня тема остеопороза. Мы говорим в основном о роли кальция, о роли фосфора немного. И хотелось бы еще сказать о таком микроэлементе, как марганец. Ну, да, как так, костеопороз, кальций, причем здесь марганец. Так вот, было доказано, что марганец тоже принимает активное участие на процессы костеообразования и состояния хрящевой ткани. Посмотрите, он обеспечивает развитие соединительной ткани, хрящей и костей. И при его недостатке наступает дистрофия и костной ткани, и хрящей суставов. Поэтому марганец как микроэлемент должен обязательно присутствовать в нашем с вами рационе. Норма потребления кальция 2,5... Ой, марганца. Сейчас о марганце говорим. Норма потребления марганца 2,5 мг в сутки. Это норма, которая должна усваиваться. Но усваивается марганец с продуктами питания несколько меньше, поэтому если его будет в сутки в организм поступать до 8 мг, это будет оптимальное его значение. И вот здесь я привожу в качестве примера те продукты, в которых содержится довольно-таки большое содержание марганца. Это овес, пшеница, это соя, свекла, это такие ягоды, как ржовник, смородина, то есть это все ягоды, которые есть практически во всех регионах нашей страны. Это орехи, самые различные. Рыба. Значит, больше всего марганца в такой рыбе, как морской окунь, сельдь, карт. Следующее, новое, то те направления, которые используются в лечении коррекции остеопороза. Есть такой метод терапии, как кинезиология. И вот в кинезиологии разработан метод респираторной коррекции остеопороза. То есть это своего рода дыхательные гимнастики, которые активно проводит сам пациент, под руководством, конечно же, специалиста. Изменяется дыхание пациента активно, фазы вдоха и выдоха, в результате чего изменяется воздействие на позвоночный столб. Поэтому метод респираторной коррекции, как один из способов кинезиологии, нашел свое место в лечении изменений костной структуры позвонков. И массаж. Массаж показан лучше всего такого вибрационного характера, потому что именно вибрация, которая воздействует на мышцы, опять же, оказывает укрепляющее воздействие на структуру костной ткани. Ну, теперь немножечко поговорим о тех диагностических критериях, которые мы можем увидеть при исследовании на АПК федопульс. Мы сегодня затронем, опять же, те маркеры, которые можно наблюдать по вкладке меридиана и по вкладке медана. Если мы говорим о вкладке меридиана, то, прежде всего, здесь обращают на себя внимание недостаточность энергетики, то есть, синдром пустоты по двум основным маркерам, по двум основным меридианам. Это по десятому меридиану, меридиану трех обогревателей, все, что связано с эндокринным балансом, который обеспечивает процессы метаболизма. И это недостаточность по восьмому меридиану, меридиану почек, потому что именно почки, они отвечают за процессы реабсорбции кальция и за метаболизм активной формы витамина D3, которые принимают участие в регуляции кальциевого обмена и усвоении кальция. Вот они, два основных маркера, недостаточность по десятому и по восьмому меридиану. Следующая вкладка, это вкладка недану, и начнем мы с раздела недана тхату. Здесь в качестве маркера может выступить астхи тхату. Астхи это ткань, которая непосредственно говорит об активности костной ткани, костной структуры и если речь идет об остеопорозе, то астхи тхату находится в состоянии энергетической недостаточности, то есть показатель от 0 до 1. Снижение активности по астхи тхату. Дальше если мы идем по вкладкам неданы, то это конечно недана субдоша. И здесь диагностическим критерием маркером будет являться субдоша слишака капха. То есть обращаем на субдошу капха и именно на слишака капха. И тоже при остеопорозе будет наблюдаться недостаточная активность именно слишака капха. Дальше если говорим об остеопорозе то как правило это пожилой возраст соответственно проявления какие морфологические это образование пустот повышенной воздушности ячеистости костной ткани. То как правило при остеопорозе будет превалировать вата доша и вата доша если посмотреть на сопоставление пяти элементов будет превалировать за счет активности эфира. Итак вата доша в теории пяти элементов в напряжении будет находиться элемент эфир. Вот те косвенные признаки диагностические маркеры которые можно посмотреть на АПК ведопульс которые касаются проявлений остеопороза. Теперь хочу остановиться на тех препаратах аэровидических препаратах которые можно применять при лечении при коррекции остеопороза. Это препараты биологически активные добавки которые мы рассматриваем в в компания здесь хочется остановиться на двух таких препаратах как астикар он так и называется астикар асти это кость этот препарат как вы видите он нормализуется отношение белков соединительной ткани нормализует оптимизирует их структуру и способствует нормальному обмену минералов и в целом он восстанавливает костно-хрящевую структуру значит это препарат астикар извините и второй препарат компании трада это препарат энерго лис смотрите это аюрведический эффект который у него выражен направленный на нормализацию вата доши этот препарат который помогает усваиваться пищевым компонентам в частности кальцию который употребляется вместе с продуктами питания то есть он обеспечивает лучшее всасывание кальция ну и других минералов которые соответственно поступают вместе с пищей и вот сочетание вот этих двух компонентов двух препаратов это астикар и энергоблиз они улучшают в целом фосфорно-кальциевый обмен ну и последнее опять же на чем хочу остановиться потому что это очень важно это роль ионов кальция соответственно откуда мы получаем кальций это конечно же продукты питания поэтому очень важно обеспечить полноценное питание обеспечить организм поступлением кальция норма поступления кальция в организм взрослого человека примерно около 1200 миллиграммов в сутки но в среднем 1000 ну как правило это 1200 и вот чтобы лучше кальций усваивался и лучше обеспечить метаболизм костной ткани нужно кальций применять вместе с магнем и с цинком вот именно сочетание вот этих вот трех элементов обеспечивает нормальное усвоение самого кальция и обеспечивает включение кальция в минеральный обмен и встраивание его в структуру костной ткани кальция ну вот это вся информация которую я вам хотела рассказать по остеопорозу о современных каких-то диагностических методах исследования о новых подходах терапии об аюрведических особенностях если есть какие-то вопросы я на них отвечу всех благодарю за внимание так ну я вопросы читаю всегда в конце вот константин спрашивает про остеопинию ну да в ходе моего сообщения прозвучало что такое остеопиния это уменьшение непосредственно непосредственно кости это и саморфологическая особенность которая и сопровождает остеопороз то есть можно сказать что остеопиния и остеопороз это скажем тождественное понятие как вы относитесь к уровню прогестерона а как я должна относиться к уровню прогестерона прогестерон это также женский половой гормон который работает во вторую фазу менструального цикла ту фазу которая возникает после овуляции и задача прогестерона немножко другая задача его связана с теми изменениями которые происходят непосредственно в матке в молочной железе в центральной нервной системе то есть другими словами прогестерон это гормон который подготавливает организм женщины к возможной наступлению беременности к вынашиванию беременности имплантации оплодотворенной яйцеклетки у него другие задачи если сравнивать с астрогенами то есть нету такой активной функции прогестерона по отношению к кальциевому обмену спасибо если вопросов больше нет всем большое спасибо приглашаю спасибо 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 спасибо